Меня волнует судьба моей дочери. Они женаты давно, они встречались еще со школы, потом академии, дом, ребенок. А сейчас что-то у них происходит, я не могу понять, я не мешаюсь. Я не мешаюсь, их не в жизни. Живем вместе, живем-живем, живем, работаем, постепенно устаем друг от друга. Устали друг от друга, любви уже нет. Нет, дальше семья разваливается. Он хочет поехать за границей. Ну, тут устал, все, вместе устали. Семья разваливается. Я вам вчера рассказывал об этом, долго говорил о том, как разваливается семья. Люди влюбляются, ждут любви друг от друга, ждут, ждут, ждут. Она тает, это любовь. Когда люди ждут, тает все. Растаяло, некоторое время живут вместе, холод появляется уже, думают, что ничего не получится. Холод появился, если люди хорошие, культурные, честные, они хорошие, культурные, честные. Два варианта есть. И люди начинают вместе духовной практикой заниматься, развиваться как личности, начинают с природы контактировать с людьми, с Богом. Появляется способность, желание служить, заботиться друг о друге. У них ничего не появляется. Один депрессий, второй депрессий. Все. Ничего не появляется. Поэтому они не начали ругаться. Я думала, что они достроят дом. Она не ругается, потому что они хорошие люди, понимаете? Вот хорошие люди, но живут неправильно. Живут неправильно. Поэтому ему легче уехать, чем ругаться с ней. Он хочет поехать, заработать и закончить дом. Это цель его жизни. Он так говорит. Чтобы достроить дом. Да? Да, он так хочет. Но он очень говорит, что лучше оставайся здесь. Моя хорошая, поймите, молитесь за ним просто. Потому что он может поехать, чтобы достроить дом. Это правильно, что он так хочет и так говорит. Но проблема глубже. Проблема заключается в том, что между ними контакт уже ослабел, понимаете? Нет той глубины, как раньше. И поэтому вы волнуетесь. У вас сердце из-за этого волнуетесь. Я думала, может, измены какие-то. Может быть, измен нет никакие. Нет, да. Просто еще раз повторяю. Все всегда одно и то же у всех. Тает любовь. Неправильная жизнь. Люди живут просто так вместе. Там дом, семья, работа. Я вчера рассказывал. Были вчера на лекции? Да, была. Дом, семья, работа. Бога нет. Результат? Все тает. Это законы, понимаете? Есть математика. Дважды два, четыре. Дважды два, четыре. А есть законы жизни, понимаете? Ну, то есть люди просто живут, они расходуют друг друга. Те тащат друг у друга силы. Сил становится меньше. Обесточиваются. Спорта нет. Работа над собой нет. Нет, спортом они занимаются. Ну, может быть, чуть-чуть там занимаются. В общем, истощились они. Не служат друг другу. Не служат Богу. Холод появился в отношениях. Он может уехать там загулять. Ясно. Понятно. Я не уверен, что он вернется назад. Может быть, вернется. Он хороший человек, она хороший человек. Может быть, вернется, но он вернется никуда. То есть между ними нет того, что должно быть в семье. В семье должна быть духовная жизнь, работа над собой, служение, самодача. Все это создает нормальную семью. Кто-то, хотя бы один из них, должен начать жить правильно. Хоть один из них. У нас в России, допустим, 80% разводов. Причина – это неправильная жизнь. Они неправильно живут. Это значит, что брак разваливается. Вы это заметили. Еще не на той стадии, чтобы развалиться. Еще только все началось. Да, они начали только сейчас. Я увидела ругаться. Года на полтора назад начались вот эти процессы охлаждения друг к другу. Охлаждение пошло только. Вы на начальном этапе заметили. Еще, как бы, семья достаточно крепко живет. Еще достаточно крепко. Но уже холод увеличивается в отношениях. У вас сердце чувствительное. Вы правильно поняли. Вот вы сразу сказали. Он хочет поехать. Я понял ваш вопрос. Но она не хочет его отпустить. Правильно. Тоже правильно. Она чувствует опасность. Все правильно. Все правильно. Только надо понять, что поможет от этого правильно. Вот все правильно. И что дальше? Ой, все плохо. Вот это он говорит. Все у меня не получается. Все у меня не получается. Да, вот и я вам тоже говорю. Что хотя бы вы молиться начните. Хорошо. Потому что вы все можете выйти сколько хотите. Если человек не начнет правильно жить, ничего не поменяется. Все будет то же самое, все хуже и хуже и хуже. Понимаете? Есть болезнь, есть лекарства. Болезнь заключается в том, что люди, если просто так живут, у них нет подпитки свыше. Они даже хотя бы пусть не свыше, пусть хотя бы друзей приводят в дом. Живут для людей, там кормят нищих. Ну что-то надо делать для того, чтобы энергия вот этой эгоизма семейного, она перестала вот так вот зажиматься все больше, друг на друге больше. Чтобы какая-то жизнь пошла. Чтобы вот эта энергия семьи, она должна отдаваться людям. То есть нужно как-то вот жить так, чтобы им, они не друг други замыкались на своих детях, а чтобы как-то больше вот отдавали вокруг себя. Даже если они, допустим, не с Богом, но у них одни верующие люди. Хорошо тогда людям пусть отдают. Потому что есть люди, которые просто служат людям и от этого счастливы. Есть люди, которые просто даже природе служат. И то и у них уже хорошо в семье. Понимаете, нужно вырваться из своих вот таких личных интересов, которые засасывают, засасывают, все, круг сжимается. Люди ближе-ближе становятся. Эта близость, она вызывает большую раздражительность, больше напряжение. Даже если люди сами по себе очень деликатны, культурны. То есть у них хорошие качества. То есть они интеллектуальные, серьезные люди. Понимаете, хорошие качества личности. Но даже это не помогает. Они терпят друг друга, чувствуют что-то не то. А что они понимают? Понимаете, идет процесс увядания любви в семье. Закономерный процесс. Спасибо вам большое. Будьте счастливы. Видите, сегодня на всех цветов файт. Сто процентов. Молодцы, нанесли цветов столько. Закономерный процесс увядания любви. Вот вы вчера сидели на лекции. Вы что думаете? Я просто так вам это все рассказываю. Я вам рассказываю жизни. Вот сейчас пример вчерашней лекции вам налицо. Я вам рассказывал, как вянет энергия любви в семье. Почему это происходит? Потому что ни дети, ни жена, ни секс, ни квартира. Ничего не поможет сохранить семью. Семью поможет сохранить только природа, добрые люди и Бог. Потому что все это дает энергию в семью. В семье не хватает энергии. Они гаснут, люди замыкаются на себя. Все гаснет, гаснет сила. И потом, ой, что-то нам плохо. Может мне в Европу поехать? Европа это самое лучшее вообще в жизни. Все вопросы решают только Европу. Вот если что, сразу в Европу. Понимаете? Понятно. Наполнись чистотой. Дальше живите, радуйтесь друг другу. Любите друг друга. Верность отсюда возникает. От правильного понимания жизни. Наполнился – живи. Опустел – наполняйся. Нет сил. Не на работу надо, не на сверхурочную идти. Ехать на заработки. Дом покупать. Для кого? Был такой один святой человек, я не помню, кто-то из православных святых. Он до отшельничества работал сапожником. К нему пришел барин, сапоги делал. Говорит, сделай мне такие сапоги, чтоб я никогда не сносил. Он смеется, говорит, конечно, сделай. И тут заказ сделал, короче, пошел. Спрашивает его, его друг, говорит, а что ты смеялся? Ты что такие сапоги сделаешь? Конечно, говорит, сделай. А как ты сделаешь? Да он завтра помрет. Сапоги никогда не сносит эти. Понимаете? Увидел судьбу человека. Мы очень глупо часто живем. Не видим глубины. Не видим глубины. Это не значит, что ее нет. Может так случиться, что дом не понадобится. Кому дом-то понадобится, если он там остается и все. Деньги заработал, а дом уже не нужен. Вот в этом проблема, понимаете? Мы часто ставим материальное выше духовного. Семья разваливается, надо заниматься ей, а не квартирой. Нужно энергию любви копить. Если вы узнали об этом, вы молитесь, им поможет. Но они, допустим, не понимают, что так надо жить. По башке еще не дало. Вам дало, вы уже поняли. Если бы не было событий, вы бы не стали лекции слушать. Потому что иногда человек бывает очень образованным, очень влиятельным. Ему очень сложно в такую среду попасть. Какой-то Олег Геннадьевич в интернете посмотрел. Господи, куда ты попал? Секта какая-то. Пишут всякую ерунду. Мы это на все поддаемся. Слушаем это все. А сути не видим. Потому что этот мир так устроен. Все самое примитивное, оно легко видно. А все самое глубокое, скрыто, его не видно. Чтобы вас сильно не мучить, не знаю, как бы сократить вопрос, чтобы... Мы 22 года вместе были с мужем. Не плачьте, все будет хорошо. Ну, сегодня у нас было бы 16 лет брака. Вчера он был, послушал вашу лекцию. И он все понял. И сказал, чтобы мы опять разъехались. Потому что мы разошлись ровно год назад. Что, вот так лекция повлияла? Он послушал противоположный результат, что ли? Я вроде бы хотел, чтобы съехались. Да. Потом он буквально... Сегодня утром произошло. И буквально через полчаса он начал писать, что ты самая лучшая, самая-самая. Конечно, так и есть. Но нужно это почувствовать сердцем. Конечно, это самое лучшее. Как он там мозгом понимает, а сердцем нет. Сердце просто устало. Да, я знаю. Я возвела его выше, чем положено. Как бы, ну, просто хочу совета от вас. Совета пролюбить Бога, стать сильной. Вы потеряли себя в отношении. Теряли себя. Нельзя влюбляться в человека так сильно. Это разрушает человека. Вот что хотите, что хотите мне говорить, я вам говорю. Так оно и есть. Это разрушает человека. Разрушает человека. Полюбили. Все. Так сильно. Все. Все. Нужна молитва. Не может он рядом жить. Жигает его. Хороший человек, добрый. Сгорает. Нет сил жить с вами рядом. Полюбите Бога. Научитесь этому. И все. Вы станете сильной и самодостаточной. У вас будут силы. Терпеть отношения. Не теряться в них. Не теряться. Да. И самое странное, что он полчаса назад опять написал. Сказал, что все будет хорошо. Конечно, все будет хорошо. Ты же видишь, после вчерашних лекций мы все время возвращаемся к друг другу. Все будет хорошо, конечно, однозначно. Вам надо просто молиться Богу. И у него шансов нет уйти от вас. Ни одного шанса. Может, не мучить? Как бы вы же говорите, чтобы надо, чтобы он счастлив был. Чтобы отпустить. Ну, а как вот не мучить? Ну, тогда другого придется мучить. Мучить и уже одного. Чего как бы. Десять мужиков-то мучить. Спасибо большое. Ну, кого-то мучить придется. Ну, так устроен этот мир. Поймаете, нет? Сейчас буду тренировать. Меткость свою буду. Понять, что вот женщине не хватает вот этой вот радости, понимаете? Мужчине не хватает нежности от женщины, а женщине не хватает от мужчины радости. То есть, мужчина должен радость давать женщине. Радость от энергии солнца. Для того, чтобы она была от энергии солнца, надо саму стать солнечной. То есть, надо наполниться ее от природы, от добрых людей. И потом дарить женщине вот это солнце. Для того, чтобы семьи сохранялись, надо наполнять близкого человека. Мужчина, он когда подходит к женщине, он что хочет? Он хочет ей попользоваться. Помять ее, потискать, поцеловать. Покушать то, что она готовит. Ну, то есть, понаслаждаться чистотой в ее атмосфере. То есть, мужчина хочет наслаждаться женщиной. То есть, она такая красивенькая, хорошенькая, мягенькая такая. Вот. Понаслаждаться. Это эксплуатация. Женщина рано или поздно устает от этого. Она чувствует, что он замучил уже. Чуть хочет вообще постоянно. Пристает и пристает. Вот. А надо женщине дарить то, что ей надо. Не то, что ты хочешь от нее брать. А ей надо понять, что ей что-то надо. И вот что ей надо. Ей нужно, прежде всего, очень доброе, радостное и чуткое обращение. В женщине, в женщине, самое тяжелое в жизни женщины – это страх. То есть, женщина боится всего. То есть, ну, у мужчины есть самая большая проблема у мужчины – это чувство сообщественной неполноценности. Поэтому мужчине надо постоянно… Вот есть мультик такой советский там «Чиф ли я? Чиф ли я?» «Да чиф ты, чиф!» Ну, «чиф» означает начальник. Ну, «чиф ли это» – это как барабиха рикает. Вот. То есть барабиха постоянно его вдохновляла. Ну, то есть мужчину нужно в его, в свои силы вдохновлять его нужно. Это приносит счастье мужчине. Ты у меня сильный, ты сможешь, справишься. Женщине нужна радость просто. Женщина боится. То есть, ей нужно убрать этот страх из ее сердца, сделать ее сердце радостным. Мужчина, прежде чем женщину успокоить, надо быть сильным. Не можешь успокоить женщину, если ты сам напряжен, раздражен. Нужно, чтобы сердце было наполненным, самодостаточным, радостным. Это от природы, от Бога идет вот эта наполненность. То есть, наполнился сердце, наполнилась, женщину простил. Каждый раз надо понимать, что если человек что-то, вот женщина, что-то с ней происходит, это не от дурости, не от глупостей. Это потому, что так устроен мир. Все имеет свои причины. Ушла, значит, есть причина. Пришла, опять есть причина, значит, уже полегче стало, отдохнула. Если даже жена ушла, можно помолиться, она придет. Почему? Потому что нить-то не разорвалась, она связана. Поэтому вы как бы боитесь, что такое вот, что вот мне теперь делать, он ушел. Да ничего не делать. Просто связь-то осталась, вы ничего не потеряли, человек, связь осталась. Ушел, потому что нет сил. Надо помолиться, успокоилось сердце, наполнилось твое сердце. Как только ты наполнишься, он придет сразу этим пользоваться. Что человек такое, как бы, существо, он всегда, вот если чуть-чуть есть возможность, он обязательно это будет, придет собирать. Вот, допустим, лекция идет, вам все звонят. Почему мобильный телефон надо исключать? Потому что вам хорошо стало на лекции, вы только вот хорошо стало. Все сразу звонят. Зачем они звонят? Наполнятся. Они сами не знают зачем. Поэтому, когда спать, человек ложится, сексом занимается, кушает, на лекции сидеть надо, мобилки выключать. Иначе тебе будут звонить, ты, как бы, наполняешься в это время, и они сразу тоже хотят. Поэтому придет обязательно. Куда он денется? Наполнитесь просто, станьте счастливой. И мужчина тоже должен наполняться, не бояться. Допустим, мужчина сильно боится женских эмоций. Не надо бояться. Надо очень поэтично к ним относиться. Женские эмоции там заплакали. А ты меня облакаешь. Это поэзия. Это поэзия. То есть, он не имеет. Поэзия такая. Это поэтичное отношение. Ты прости за мои заглупые слова. Вот так надо поэтично очень успокаивать жену. Ты обиделась на меня. Гореглазки от меня не прячь. Я люблю тебя одну. Ты у меня самая хорошая, самая лучшая. Вот так вот. Если она плачет. Если не плачет, то можно еще по-другому. Ну, допустим, очень радостно. Воздохновлять женщину. Своей силой радостной. Вот так вот общаться с ней. Я жену несколько раз прощу. Прошу прощения. Она говорит, ты на лекциях говоришь, что ты на самом деле не считаешь себя виноватой. Я говорю, нет, я на самом деле считаю себя виноватой. А, да. Ну, ладно, я подумаю. Хотя я вообще не считаю себя виноватой. И считаю я, что она виновата. Ну, все равно иду просить прощения, потому что я знаю, что любовь выше этих всех там, правильно, неправильно. То мы все забываем, чего там было виноватой. Чего поссорились не помним. Что поссорились, помним. А из-за чего не помним. Потому что это все глупость. Поверхностные вещи какие-то. Несерьезные. Отношения гораздо важнее. Вот поссорились, запомнили на целый год. А из-за чего уже забыли? Отношения важнее. Поэтому надо просить прощения. Идти там прав, человек близкий, неправ. Не имеет значения. Это все ерунда. Мы так сильно этой правде вот своей придаем значение. Да я прав. Зачем я пойду? Зачем пойдешь просить прощения? Да за человек. Для того, чтобы любовь копить в своем сердце. И в ее сердце. Чтобы любовь жила между вами. Для этого нужно просить прощения. А для того, чтобы просить прощения, нужно наполняться, понимаете? Наполняться силой. От природы надо наполняться силой. Наполнись от природы. Простили, приняли человека. Приняли дальше идти. Я прожила с мужем 35 лет. И он умер. Но мы до этого развелись. И я чувствую себя виноватой в этом. Да то же самое было. Погасла энергия совместной жизни. Вы устали друг от друга. Я была ему женой. Я была другом. Я была... Все для него делала. Да. Вот правильно. Все для него. А надо было делать все для людей. Для Бога. Вы замкнулись друг на друге. Вот вы делаете все для него. А где энергии-то брать? Вы устали. Я считаю себя виноватым, что я его оставила. Потому что он мне не решал. А вы не могли его оставить. У вас была депрессия. Вы очень сильный человек. Вам трудно объяснять. У него была депрессия. Вернее, у вас была депрессия. И вы не могли не оставить. У вас уже не было сил с ним жить. Вы просто забыли это состояние. Правда. Вы уже не могли, потому что вы неправильно жили. Вы жили неправильно. Тот же самый результат. Вы истощились в отношениях. И семья в результате стала разрушена. Вы хороший человек. Он хороший человек. Истощение произошло. А он ушел из жизни и не умер. Потому что он живой. Я его вижу. Он как жил, так и живет. Только сейчас уже в другом теле. Понимаете? Он ушел из жизни, потому что он тоже неправильно жил. У него не хватило здоровья. То есть произошло истощение организма. Он много работал, уставал. Сосуды начали страдать потихоньку. Он этого не замечал. И потом ба-бам-с, криз и до свидания. Да, да, так. Ну что интересно, что еще ему нету года. И со мной познакомился мужчина. И он так похож на моего мужа. Все черты и характер. Ну судьба же, судьба, но... А мне страшно. Потому что вы не молитесь. Не молитесь. Надо молиться, очистить сердце. Светлая память должна о муже остаться. Светлая память. Молиться, светлая память о муже осталась. Дальше идти по жизни, по своей. Он мне предлагал, чтобы я совместно жила. Но я не хочу этого. Пока надо молиться, чтобы очистить свое сердце. Вы меня не слышите. Я говорю, молиться вы свое, что-то говорите. Вам надо молиться, чтобы очистить сердце свое. Светлая память о муже. Потому что вашему мужу нужна помощь еще. Он там... Как бы ему нужна помощь. А помощь только через Бога может прийти. Если вы будете молиться, вы ему помощь дадите. У вас осадок. Вот это чувство. Я виновата перед тобой. Потому что я с тобой разошлась. Понимаете, люди... Они неправильно все понимают. Потому что они не понимают, какая реальность вообще там существует. Ему просто нужна сейчас там помощь. А помощь может прийти только от близкого человека. А человек начинает додумывать. Наверное, может быть, я... Потому что ты же сейчас уже умер. Ты сейчас не живой. А мне плохо, потому что я тебе не то сделала, когда ты был живой. Вот так человек размышляет. А причина? Почему такое тяжество, что о нем думается, вспоминается? Потому что ему нужна помощь. Сейчас. Я в церковь хожу. Я ставила на 9 минут. Ставить не надо ничего. Ставить это означает, что вы переносите проблему на церковных служителей. Вам надо молиться самой. Самой. Хорошо. Что вы там ставите? Ну, ставите. Чуть-чуть это помогает. И все. Это, знаете, с больной головы на здоровую переносить. Надо взять и самой решать свою проблему. Это ваша проблема, а не их. Я поняла. Ничего вы не поняли. Вы очень образованный человек. Слышали много мнений. Поэтому вам услышать меня очень и очень сложно. Но я вам сказал все, что мог. Я еще приду к вам на лекции и буду вас слушать. Я вам сказал все, что мог. И я знаю точно, что это поможет, если вы это будете делать. Хорошо. Спасибо вам огромное. Будьте счастливы. Очень трудно. Нужны знания. Людям нужно знания, как жить. Есть системные ошибки. Не надо даже подробностей узнавать. У всех одно и то же. Вот смотришь, и все одно и то же. Мы не знаем, как устроен этот мир. Потому что надо понять, как происходит изменение в сознании человека. Что нужно для него потом. Кажется, что я не додала тогда, а нужно сейчас, потому что он живой. Надо изучать, что происходит с человеком, когда это все описано в священных писаниях. Виды — это не фантазия, это наука, понимаете? Древняя наука, которая объясняет все. Там есть размеры атома, скорость света, описано 5000 лет назад в священных писаниях. Строение солнечной системы, которое сейчас подтверждено. Еще есть много чего даже не знает наша наука. И в том числе о том, что происходит с человеком после ухода из тела. Там подробно описано. И что чувствует человек, когда близкий человек покидает тело? Чего он чувствует? Он чувствует, что-то ему тяжело, что-то не то. И он думает, что это от прошлого. Нет, это от настоящего. Надо сейчас молиться и помогать человеку. Прямо сейчас. И люди не знают этого инструмента жизни. Что контакт со святостью меняет судьбу. Мы не знаем этого инструмента. Мы думаем, что делать жене? Вот мы ситуативно решаем вопросы все. Что делать жене? Отпускать его в другую страну или не отпускать? А это не вопрос, так не стоит. Потому что если между ними не будет достаточно энергии, которая их будет держать вместе, он все равно умотает. Точно так же, как вы говорите, я сделала ошибку, если бы, если, если, ну, потому что ушла от мужа. Так вы поймите, если бы вы не ушли, у вас бы начались проблемы с психикой. У вас сон уже начал страдать тогда. Он бы вообще просто пострадал. Вы вообще спать перестали, есть потом перестали. Потом в психушку вы попали. Понимаете? Энергия уходит на определенный минус. И все, люди не могут уже жить вместе. Вот у них еще на полный минус не ушла. Но он уже чувствует, что его надо драпать. Он уже хочет драпать. И там, понимаете, нет гарантии. Он уедет, может быть, его потянет назад, и это как бы решит вопрос. Но нет гарантии. Может так случиться, что там появится какая-то другая женщина, и она его притянет, и это по судьбе его есть. И причина, почему так происходит, потому что неправильно сама жизнь построена. Людей не образовывают, не учат, как надо жить. Что нужна молитва, нужна природа. Вот я, допустим, сейчас пробежался 9 километров вокруг вашего озера. Я там встретил двух еще женщин. Они такие, Олег Геннадьевич, мы вас узнали. Тоже с палочками ходят такие. А мы здесь, вон они тоже. Тоже, видите, тоже бодренькие. Бодренькие. Вон, смотрите, свежие, наполненные силой. Тоже так же, как и я. Чувствуете, от меня идет свежесть? Или нет? Чувствуете? Такая сила, да? Это от природы, от вашей природы. Я зарядился вашей природой. Каждый человек так должен жить. Нужно заряжаться природой. Пробежались на природе, заряд получили. В церковь, в храм сходили, молиться надо учиться самим. Люди часто чем занимаются? Они думают, что я должна заплатить деньги, а за меня послужат. Понимаете? Это малоэффективно. То есть нужно самой учиться молитвой. Своё сердце нужно напрягать в отношении с Богом. Учиться это делать каждый день. Понимаете? И тогда сердце наполняется вот этой чистотой. И этой чистоты хватает на близкого человека. Ты тоже ему что-то даёшь. Тоже даёшь своим близкому человеку. И так постепенно восстанавливаются отношения. Сначала жар вот этой любви между людьми существует. Это эгоизм. А потом появляется чистота, уважение, верность. Понимаете? Чистое, чистое отношение. Серебряные свадьбы, негаснущий костёр. Вот это сердце горит. Чистота. Серебряные свадьбы, душевный разговор. Ну то есть сердце соединено, связанное сердца у людей. Вы даже поговорить друг с другом не можете. Кроме дел, детей. Сердечный разговор, душевный бывает. Я вот так живу, а ты как живёшь? Вот у меня такие сложности в жизни. А у тебя как-то... Да, отстаньте, что ты мне пристал? Я с работы устал пришёл. Давай я хоккей посмотрю. Понимаете? У человека нет душевного разговора, потому что сердца забиты, они не готовы открывать друг другу. Не хватает сил любить. Любить означает открывать сердце, доверять, верность проявлять, служить, заботиться. Ну то есть глубокие отношения. Не хватает. Это возможно только если у тебя есть чистота, и ты её отдаёшь. Есть и отдаёшь. Есть и отдаёшь. И так постепенно у него уважение к тебе появляется. Уважение. Он смотрит на тебя и думает. Смотрю в тебя, как в зеркало, как в самоотражении. И вижу в нём любовь мою и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою, а жизнь ещё длиннее. Ну то есть долгою означает. Ты не видишь мелкое уже. Ты как бы служишь, заботишься, видишь самое высокое, чистое, светлое в человеке. Сердце радуется, спокойно с человеком жить. Не страшно куда-то отпускать. Меня жена отпускает по всей стране. Ей не страшно. По всему миру. Почему? Потому что она не видит мелкого во мне. Она верит, что я не куплюсь ни на что. Понимаете? В зеркальном отражении надо научиться не видеть мелкого. Для этого служить надо возвышенным качествам человека. Для этого нужно думать о Боге учиться. Природа помогает жить. Добрые люди помогают жить. Понимаете? Но мы не берём это всё. Мы зациклились. Работа, дети, дом, семья. Больше, ближе отношения. Друг с другом. Общаемся больше друг с другом. И погружаемся друг в друга. И как бы... Потом скандалы, ругань, развод. Высасываем силы друг из друга просто. Силы тают, тают, тают. Замкнутая система. Дети, муж, жена, замкнутая система. Не пополняется ничем. Друг на друге замкнутые люди. Тают. Они расходуют силы на работе. Друг на друга расходуют силы. Тают, тают, тают. Сначала усталость появляется. Любовь как будто... Чувство к близкому человеку заканчивается. Что-то ничего не чувствует от него. Потом холод появляется. Ой, фу, что я с ним живу? Не мой человек. Пошла с кастролом. Он говорит, у вас несовместимость вообще. Как вы жили? Помощник, блин. Помог кастролок. Разобраться с вопросом. По морде бы ему дать, если он такие слова сказал. Вот. Ну, разрушают семьи. Помогают разрушать семьи. Люди. Таким образом. Ну, в общем, вот такая вот система. Понимаете? У всех одно и то же. Тысяча людей, и все одно и то же. Неправильный образ жизни. Отсутствие знаний вообще, как устроена любовь. Как вот движется она. Что нужно ее, ну, как бы другим людям отдавать. Жертвовать свою любовь. Тогда у тебя тоже в семье будет отдавать. Потом тоже переключаться. Люди не знают, как вообще жить правильно. Вот они погружаются в то, что видят. Наполнись чистотой. Дальше живите, радуйтесь друг другу. Любите друг друга. Верность отсюда возникает. От правильного понимания жизни. Наполнился, живи. Опустел, наполняйся. В воспитании сына я сделала очень много ошибок. Вообще все было неправильно. Вам надо в молитве успокоиться. Пока человек не успокоился, он не может победить судьбу. Надо сначала успокоиться. Вы разбито чувствуете себя. Разбито. Не спокойно, а разбито. Нужно собраться с молитвой, набраться сил. Сначала человек должен набраться сил. Я делаю шаги в этом направлении. Я стараюсь. Но вопрос такой, что я понимаю, что моя любовь портит его. Вопрос такой, если я умом понимаю, что не нужно звонить, не нужно так много дарить ему всего. Почему мне так сложно сдерживать себя? Потому что так устроен этот мир. Потому что так действует любовь. Ей тоже очень сложно. Но всем вот словом, когда есть любовь, это самая сильная, большая сила в этом мире. Но ничего не интересует, кроме того, чтобы у него было все нормально. Понимаете? Это означает вера. Любовь вера. То есть вы верите в сына. Да, я верю в него. И поэтому вы распластаны в судьбе. Вы как размазала вас жизнь уже. Это любовь вера. Надо учиться верить в Бога. Потому что когда вы верите в Бога, у вас появляется чувство собственного достоинства, сила. Вы становитесь сильной, способной помочь сыну. Или молодая девушка способна красивой становиться, привлечь достойного человека. Понимаете? Надо учиться верить в Бога. Потому что если мы в Бога не верим, начинаем верить в человека. Есть люди даже, которые даже человека не могут. Бабушки, допустим, старые. Никого рядом нет. Понимаете? Это вопрос веры. Вы сейчас, вас судьба разрушает. Понимаете? Вот ваш сын, он сейчас просто негодует от вас. Понимаете? Он уже не может вас терпеть. Потому что вы его зажарили своей любовью. Ну... Просто зажарили. Еще немного, и он вообще перестанет с вами даже общаться. Ну, бывает такое. Ну, понимаете, то есть вы, Яна, рассказывал на первой лекции об этом. Что так устроена любовь. То есть любовь к человеку, когда любовь в жар, вот эта любовь в веру. То есть мы хотим от человека получить то, чего человек дать не может. Это такая очень глубокая энергия счастья такая. Глубокая энергия счастья. Человеку надо служить просто. Помогать ему. А как помогать сыну? Оставить его в покое. Молиться за него. Пускай ошибается, пускай живет. Мать хочет контролировать ситуацию. Она не дает жить сыну. Надо, оставьте его в покое. Пускай помучается, пускай ошибается. Сколько еще нужно оставить его в покое? Сколько нужно оставить его в покое? На всю жизнь. На всю жизнь. Надо вам начать верить в Бога. Думать о Нем, о святости думать. Понимаете, и выпустите, не помогайте мне с ней общаться, не надо, никто ничего ей не говорит, пускай она меня слушает. Понимаете, и постепенно вы поймёте, как устроен этот мир. Самая лучшая помощь мальчику — это отпустить его. Можно за ним наблюдать просто. Если ему плохо совсем будет, он сам к вам прибежит. Не думайте, что он как бы совершенно не нуждается в вас. Если вдруг у него будет какая-то трудность, он сам прибежит к вам обязательно. И тогда аккуратненько, спокойненько, не так «Ой, сынок!» А спокойненько скажете, а что такое случилось? Ну, набери тебе по морде, ну, судебный процесс. Ничего страшного, молись, всё будет хорошо у тебя. Понимаете, не надо истерию разводить вокруг парней. Парни должны развиваться в военной обстановке. То есть борьба за существование. То есть они должны сражаться, побеждать, ломаться, падать, вставать. То есть не опекайте своих сыновей. Оставьте их в покое. Пускай живут спокойно. Спасибо. И тогда он станет сильный, и вы станете сильный. Потому что он вас будет любить и уважать. Что мама мудрая у меня. Мудрая мама, она не трогает. Даже мудрая жена точно так же должна вести. Маруся от счастья слёзы льёт, как гусли. Душа её поёт. Кап-кап-кап. Из ясных глаз Маруси. Капают слёзы на копьё. Знаете, она смеётся, радуется. Он уходит воевать. Вот так вот должна устроена быть психика женщины. Она должна верить в Бога, а не в своё счастье. Мама одна провожает своего сына в армию, плачет. Забирает у него силы. Это неблагоприятно. Другая провожает, говорит, у тебя всё будет хорошо, буду за тебя молиться. Отдаёт ему силы. Благоприятно. То есть она благословляет его. Другая проклинает. Если она планирует, ой, куда же ты, Ванёк, ой, куда ты? Не ходил бы ты, Ванёк, вы солдаты. Вот. Понимаете, плачет. Красная армия, штыки и чай найдутся. Без тебя большевики обойдутся. Понимаете? Это неправильно, проклятие. Другая, наоборот, благословляет. Благословляет, верит. Вот что должна женщина, мать, своего сына. Тогда он успокаивает сразу. А вы у него тянете силы. Ой, как у тебя? Ой, как у тебя? Чё? Ой. Тянете силы просто из него и всё. А надо верить в Бога. Силы тянуть надо у Бога. Он даст силы сразу. Начинаете молиться, он даёт силы. Бог. Верите в человека, вы у него тянете силы, вы ему не нужны уже всё. Надо верить в Бог. Женщина должна быть настолько самодостаточной. Пускай он влюбляется. Не влюбился, значит, не ваш человек. Если вы в него влюбились, всё, потеряли человека сразу. Вы у него тянете силы, он уже вас не любит. Сначала он должен влюбиться, предлагать замуж. Потом вы думаете, ещё ходите. А потом, когда уже замуж, можете влюбиться. Нет проблем. Ваш уже родной, можете влюбиться. Так надо проверять человека, испытывать его. Не давать ему возможность воспользоваться собой. Не доверять ему. Держаться подальше. Так же от сына тоже. Не надо спокойно. Мужчинам не надо так. Пускай сам вас влюбляется. Пускай сам бегает за вами. Тяньте сильные. Поверьте в Бога, берите силы от него. Не берите силы от человека. Потеряйте себя, своего сына. Всех потеряйте. Себя уже потеряли. Сейчас сына теряете. Я хотел вас спросить. У меня каждый раз при общении с мамой больше 10 минут не может... Ну вот, вот. Всё на свете могут наши мамы. Только не умеют не стареть. А с папой вообще не получается общаться? Ну, любовь. Перетягивать, любовь перетягивать. Я тоже с мамой, мне очень трудно общаться. На Али, опять уезжаешь. На Украину не едет, там война. Я говорю, мама, ну я здесь не на войну еду. Ну, чё вопрос-то? Тяжело, я знаю. Дышите глубже просто. Общайтесь. Скрипите, дышите. Старайтесь. Я так вот стою. Да, мама, да. Всё хорошо. Ну, а любовь сжигает. То есть она любит, и меня... Внутри всего. Сжигает. Он что-либо говорит. А? Сложно обратно. Я знаю, знаю, да. Вот. Любовь. Это любовь нужда. Любовь нужда. Вот нуждаюсь в сыне, хочу сына, хочу сына. А надо хотеть Бога. А сыну отдавать просто. Неправильное мышление. Привязанность. Запомните, самая сильная любовь на земле, это любовь к детям. Сильней нету. Ни муж с женой такой любви нет ни у кого. Детям сильнее всего. И когда дети вырастают, они уже не нуждаются в родителей. Дети любят родителей, это любовь, страх. Страха нет, нет любви. Они вырастают, уже всё, они как бы себя за сами защищают, страха нет. После полового зазолевания страх заканчивается у человека. Всё уже, нет любви. Страха нет, нет любви. В 17-18 лет всё, ну как бы про маму забывает, про папу забывает человек. Так устроен этот мир. Птенцы вырастают, улетают из гнезда. Люди вырастают, уезжают. Это аскеза любить родителей. И надо эту аскезу держать, заставлять себя. Потому что когда мама уходит, папа уходит, вот в этот момент ты понимаешь, что ты должен был им отдавать время. Раскаяние приходит в сердце. А почему не отдавал? Потому что надо силы на это тратить. Нет такого, чтобы ты просто к маме там, мама, всё, она сразу тянет силы. Чаще всего, если мама мудрая, она молится, она не будет тянуть силы. К ней хочется всегда будет прилипнуть, потому что она самодостаточная. Он говорит, сынок, иди занимайся своими делами. У меня всё хорошо. Мудрая мама, то есть она не нуждается ни в коем. Она самодостаточная. Но чаще всего мамы нуждаются. Не хотят наслаждаться отношениями. Вытягивают силы. И это означает, что нужно аскезу совершать. Терпеть и общаться с мамой. СМС ей писать. Если не можете так лично, пишите что-нибудь ей. Так легче. Ничего не сделаешь. Так устроен этот мир. Всё правильно рассказать, так и есть. Всё вот так и есть. С папой он обижается на вас, просто обижен. Что не ходишь к нам, чего не общаешься, чего ты там своей жизнью живёшь. Обижен. Он вас сильно вкладывал, когда вы были маленькими. Он сильно вкладывал в вас. Сейчас вы уже большой, забыли, как он в вас вкладывал. Мы все всё забываем. Так устроен этот мир. Ничего не сделаешь. Забываем своих родителей. Благодарю. Ненедавно прислали такое видео. Папа с сыном на лавочке сидят. Видели? Да, говорит, это что такое, говорит отец. Такое слеповатое уже. Это птичка. Пять раз у него спросил у сына. Он говорит, пап, ну что ты одно и то же спрашиваешь, я уже устал. Он взял, пошёл, дневник принёс, читай, говорит. Читает, маленький сын, папа, молодой. Двадцать пять раз сын спросил, что это. Папа сказал, птичка. Двадцать пять раз. И ничего, спокойно. Двадцать пять раз. Субтитры сделал DimaTorzok